Мелахина. Село в Лискинском районе Воронежской области. Входит в состав Ковалевского сельского поселения. Состоит из улиц Вишневая и улицы Черемушки. Мелахина расположена в 17 километрах к юго-западу от города Лиски. Появилось как поселение в дачах города Острогорска в середине 18 века. Основано острогорцами. Сначала было хутором. С 1881 года после сооружения церкви считается селом. Сохранился список жителей села Мелахина за 1767 год. Тогда здесь было семь дворов. В первом списке значится Алексей Григорьевич Мелахин, который раньше других поселился в этом месте. От него произошло название села. В начале 90-х годов в Мелахина жило более 120 человек. Но школу закрыли, асфальта не было, его проложили гораздо позже. И люди начали уезжать. Главная достопримечательность села – храм Архангела Михаила, построенный в 1860-х, в 1874-х годах. В советское время его закрыли. В здании было зернохранилище. Первым священником был Иаков Красновский. Церковь закрыли в 1929 году. Последний священник Александр Степанов был лишен всех прав и вскоре скончался. В 1935-1936 годах в селе действовала община верующих, ориентировавшихся на епископа Уразовского Алексия, противника большевиков и декларации митрополита Сергия Старогородского. В 1936 году большевистский Саглядатай писал, отдельные служители культа, староцерковного течения и так называемые буевцы, пользуются большей популярностью среди верующих. К ним приходят издалека от своих церквей, где служат обновленцы. Так в Острогорском и Алексеевском районах ходят рассказы о попе Георга Никидзе из села Милахина, Лискинского района. Из этих районов ходят к нему отдельные поклонники. Вторую жизнь храм получил в начале 90-х годов, когда его взялся восстанавливать уроженец этих мест, московский священник отец Иоанн Куцев. На свои средства он реконструировал храм, батюшка из Лисок начал проводить службы, образовалась небольшая община. Куцев умер в 2009 году. Перед смертью домик, построенный для себя, он передал женскому монастырю из Владимирской области, но в нем так никто и не поселился. А в храме службы проводится редко, хотя для такого крохотного села он очень хорош. Две улицы Милахина, Вишнево и Черемушки, лучами расходятся в стороны от храма, пролегают мимо бывшего клуба и магазина, купленных лет 10 назад новыми хозяевами. Самой молодой жительнице Милахина, Анне Роговой, 60 лет. Она всю жизнь проработала почтальоном, ее супруг Александр подрабатывает сторожем. «У нас тут еще можно жить», – отметила Анна Рогова. «Автолавка дважды в неделю приезжает, если в магазин до центра поселения доехать, то дорогу всегда чистят. Думаем, с дедом все-таки отсюда в Ковалево перебраться. Но там дома по миллиону рублей стоят, мы такие суммы не потянем. «Живности особой во дворе мы не держим, несколько курочек, да и все. Храм у нас красивый. Когда отец Иоанн начинал его восстанавливать, мы все сдавали кто по 50 рублей, кто по 100. Да только прихода у нас, считай, что совсем нету. Вот и стоит храм пустой». Сосед Анны, 82-летний Николай Акименко, живет вдвоем с сыном, 48-летним Евгением, инвалидом третьей группы. Вот что он рассказал. «В годы войны сюда пришли мадьяры, выгнали нас из дома. Мы тогда, мама и семеро детей, в погребе жили. Иногда повар их кухни просил меня, шестилетнему мальчонку, принести воды, а за это наливал мне миску супа», – вспоминала Акименко. «В конце моего огорода стояла их батарея. И вот ведь жизнь как распорядилась, когда я служил в армии в 1956 году, как раз оказался в Будапеште, участвовал в подавлении антиправительственного выступления». Совсем недалеко находится хозяйство местного фермера Гамала Тупанова, который вместе с сыновьями Русланом и Хусаном живет в Лисках, а в Милахино держит свое стадо – 30 овец и 100 дойных коров. «Каждый день доем по 220-250 литров молока», – рассказал фермер. «Пастбище здесь отменное, только сбыть продукты не всегда просто. Наша семья в Лисках делает из молока сыр и творог, но не всегда это легко продается, тут свои сложности имеются. Всех здешних стариков я хорошо знаю и помогаю им, чем могу». «Хорошо, что среди нас, стариков, хоть три мужика молодых есть», – заметила его соседка, 86-летняя Ефросинья Белимова. «С водой у меня проблема, колодца своего нет, есть колонка возле храма, но от меня это 300 метров. Вот племянник иногда приезжает, грузит на санке или тележку все бидоны, баклажки и везет мне. Хранится вода эта у меня неделями, иначе никак». Ефросинья Федоровна начала работать в колхозе 10-летней девочкой. «Пасла быков, дергала сорняки, замужем она не была, детей не нажила. Семья Белимовой сейчас – это три злющих собачонки, коза-белка, дающая каждый день по 2-3 литра молока, да пяток курочек. Старенький домишко, покрыт камышом, который не менялся уже более полувека, и потому местами начал гнить, и крыша протекает». Ещё одна пенсионерка из Милахина, 87-летняя Мария Черноротова, говорит, что хочет прожить здесь свой век, на родине. Кур теперь не держит, их лисицы перетаскали всех. Колодец во дворе свой, так что к колонке за водой не надо ходить. «Я точно знаю, Милахина не умрёт. Жители лисок покупают дома под дачи, да и храм вон у нас какой, издалека видать». Субтитры создавал DimaTorzok